Послание Отца Абсолюта 14 декабря 2020 года И вспыхнет свет солнца Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня, когда закончился коридор затмений, о котором я говорила в одном из моих посланий, грядет очень важный энергетический всплеск, которому каждому из вас нужно подготовиться как можно лучше. И связано это событие с солнечной энергией, которая в силу самых разных обстоятельств, в которые мы не будем углубляться, начинает высвобождаться таким образом, что концентрированные сгустки этой энергии начнут буквально взрываться, что в свою очередь отразится на энергетическом фоне всех планет Солнечной системы. Ваши ученые называют это вспышками на Солнце. Почему это происходит именно сейчас? В первую очередь потому, что общепланетарные изменения глобального характера всегда связаны с сопутствующими этой планете небесными светилами, в коем данном случае является ваше Солнце, поскольку они энергетически взаимозависимы. Все эти процессы происходят параллельно, тем самым регулируя и координируя происходящие изменения. Как же влияют вспышки на Солнце на переход Земли в Пятое измерение? Самым непосредственным образом. Солнце высвобождает энергию, необходимую для того, чтобы вытолкнуть вашу планету уже окончательно в новое высоковибрационное пространство. То, что для обычного человека может показаться зловещим и угрожающим, на самом деле является помощью Земле в освобождении ее из пут трехмерности. Каким образом могут повлиять вспышки на Солнце, на состояние людей и на ситуацию на Земле в целом? Те из вас, чьи вибрации повысились уже до уровня четвертого измерения, воспримут их без ущерба для своего здоровья. Негативные влияния они могут оказать лишь на низковибрационных существ, воплощенных в человеческих телах. Что же касается происходящих сейчас на Земле судьбоносных событий, то на них эти солнечные вспышки окажут самое благоприятное воздействие. Они окончательно высветят все злодеяния глубинного государства, все преступления его представителей против человечества, все их коварные замыслы, направленные на полную роботизацию людей, для чего и была создана ситуация так называемой пандемии. Долгая и тщательная работа лучших представителей человечества в союзе с силами света, как развоплощенными, так и воплощенными в физических телах, подходит к концу, и уже совсем скоро результаты этой работы будут обнародованы и представлены на суд широкой публики. Этот год явился своеобразным итогом истории развития человечества, когда и силы света, и силы тьмы на вашей планете проявили себя наиболее явно. И если силы тьмы, путем навязанной всему населению Земли пандемии, продемонстрировали свою безграничную власть над людьми, то силы света сделали все для того, чтобы разоблачить преступные планы теневого правительства и показать истинную суть тех, кого принято называть сильными мира сего. Грядет кульминация противостояния добра и зла, и солнечное светило в своем сакральном, метафизическом смысле несет в это противостояние свою лепту, высветив как можно ярче обе стороны этого противостояния. И, конечно, родные мои, свет, символом которого и является Солнце, непременно победит тьму. «Любящий вас безмерно Отец-Абсолют», — говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. «Любящий вас безмерно Отец-Абсолют», — «Любящий вас безмерно Отец-Абсолют», — «Любящий вас безмерно» 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 — «Лю